всем привет я вот решил полностью пройти супер контру супер контру 7 конечно а вы что подумали эта игра намного сложнее чем вы можете подумать то есть она выглядит как контра но здесь нет логики то есть так сейчас звук добавлю чтобы вы насладились 8 битной музыкой наслаждайтесь в общем так в принципе эта игра намного сложнее остальных частей контры потому что здесь я бы не сказал что она совсем не тестировалась потому что здесь фатальный глюк авто и нет но если в обычных частях контры можно было в принципе как-то предугадать куда будет пуля лететь что сейчас произойдет здесь такого нет здесь все происходит абсолютно случайно здесь очень сложно разбить вот эту хуйню с патронами то есть с оружием чтобы заменить которое над вами летит потому что она разбивается с не первого выстрела не второго там неё на несколько раз попасть и при том что здесь постоянно прут враги причем они прут не очень-то сбалансировано в принципе графика здесь приятное но на приятное на первом уровне дальше будет уж совсем пиздец вот это кстати лежачий тоже достает он может либо если вы вот так приляжите может вас либо попадать либо не попадать это все зависит то ли от рельефа то ли хуй пойми почему то есть баланса здесь нет никакого так вот я взял оружие вот я вообще не люблю эту игру за то что здесь можно взять какое-то оружие ты не поймешь что но тебе дало то есть она ничего видимо не дает еще здесь очень много оружия появляется только на последнем уровне только на последнем уровне больше их нигде нет всю игру выберете практически без оружия на последнем уровне есть куча разновидностей будет летать можно быть за то есть я не знаю зачем так сделано все-таки последний уровень здесь очень уж унылый я пытаюсь не спешить бежать вперед потому что если я буду спешить бежать вперед и с этой игре вообще нельзя спешить здесь надо как-то балансировать иначе сразу пиздец вот мне ни в коем случае нельзя умереть до конца уровня и завалить босса именно вот этим оружием которые сейчас у меня потому что здесь все таки один очень большой недочет есть в этой игре это не просто недочетным просто нереально меня бесит в том что если до первого босса вы дойдете вот с обычным оружием который вам дается у вас где-то чтобы его завалить вам потребуется где-то жизни и не знаю в принципе даже если очень хорошо играть до 20 и минут тоже 20-25 то есть 25 минут на первого босса с обычным оружием то есть если и плюс он ведет себя неадекватно вот вот эта херня которой он фейболы все пиздец которыми он пуляется если в нормальных играх и контрах перед тем как вылетит откуда-то фейбол там что-то загорается огонек начинает блистать и тому подобное хрень то есть ты можешь предугадать откуда сейчас на тебя вылетит фейбол здесь нельзя предугадать откуда на тебя вылетит фейбол вот этот вот непонятные красная розовая огнёк в общем это нельзя предугадать также если вы будете прыгать вот на него вы умрете но если вы будете прыгать когда он здесь низко вы не умрете когда вверху вы умрете где здесь логика я тоже не знаю также его не берут абсолютно пули если он на ниже а вот когда выше берут вот только что у меня фейбол возник прямо передо мной здесь такое вот я уже просто бегаю я несколько понял как эти фейболы летят вот здесь нужно прыгать потому что он сейчас будет лететь вот да еще с одной стороны с другой бегут солдаты то есть принципе вроде ничего сложно да ничего сложного если бы у него было сколько же попаданием было нужно сколько остальным боссом в этой игре то есть вы не поверите но все остальные боссы в этой игре намного лео легче валить чем вот этого вот это я даже не знаю что это напоминает принципе летающую тарелку я не помню почему она розовая то есть на черном фоне это понятно потому что Это, в принципе, и есть фон Сейчас... Блядь, так Дело в том, что на Денди Такую здоровую хуйню Обычно не лепили отдельно Это просто реально, вы сейчас бьетесь с фоном Это не персонаж, а фон Если черный фон, это Значит, что Вот эта хуйня, на которой вы валите, это фон В общем, я думаю, что кто-то из вас не понял, что я сказал Ну, а кто-то понял В общем, не в этом дело В принципе Но черные фоны Валить это уже Сам по себе, в принципе, не очень хорошая игры Я уже не знаю, сколько я времени играю Пытаюсь его завалить Вот Здесь очень сложно Поворачиваться вот этой хуйни, которую он пускает Потому что это совершенно непредсказуемая хуйня Вот только что я не знаю, как я увернулся Да, абсолютно случайно было Вот Очень сложно это все, конечно Это контры намного сложнее обычных Дело в том, что перед тем, как сыграл в эту часть Ээээ, в эту часть сыграл в 2002-м Я тогда уже полностью прошел Контру Хард Кобзе на Сеге Да, у меня сначала была Сега, а потом еще Денди прикупили мне Сам не знаю зачем Но, в принципе То есть, в Контру Хард Кобзе Я его, в принципе, без щитов Спокойно проходил Надрочившись Но вот это Вот с этим, конечно, у меня были проблемы То есть, я его проходил Но это все равно был пиздец И сейчас для меня пиздец вполне Играть в этом Потому что сейчас уже игры не те И сноровка потеряна Все-таки я осилил Сколько я жизнь хотя бы на это потерял 5 всего-то на этот уровень Ну, в принципе, нормально Этот уровень еще больше выносит мозг Он чем-то напоминает последние уровни В обычной контрре или супер контрре Вообще, я больше играл в супер контрру Вот Еще за что я не люблю этот уровень Вот здесь вот Эта херня Здесь просто не поймешь, где она будет падать То есть Здесь нет никого намека Что она здесь именно впадет Вот То есть Надо было сделать, чтобы она чуть-чуть как-то провисала Чтобы было понятно Вот здесь Нужно быть аккуратным Иначе на вас упадет какая-то непонятная хуйня Нет Такого нет Догадайся сам Здесь просто было нереально С одной стороны чужой Оттуда Две хуйнищи чужие В принципе Вот такие моменты в играх Я тоже не люблю Вот, кстати, их Ладно Снова черные фоны Как же я не люблю в играх черные фоны Потому что это Они поставили непонятную хуйню, которая кидается фейболами Отсюда бегут чужие, а снизу на меня извергается лава Блядь, о чём они думали? И кто это может пройти, блин? Это просто испытание, невозможное испытание Просто, блядь, блядь, снова лава, снова непонятная хрень То есть, вроде это чем-то похож на оригинал Но здесь всё не так, здесь другие правила Здесь-то ничего нельзя предугадать Вот чужие валят со всех сторон Всё-таки я взял хорошее оружие Оно всех валит, но оно у меня долго не продержится Потому что здесь дохера лавы Вот на... Это, блядь, несправедливо Я просто выбежал на меня в тот же момент Я был убит Это не то, что несправедливо Это, блядь, не поддаётся никакой логике Но, в принципе Что... Ммм, блядь Я не знаю, у меня что-то не то В принципе, этот босс не сложный Здесь надо просто вставать, где вот эти Колючки, тараканчики, хуй пойми что У вас не попадают А здесь есть такие места Здесь, в принципе, стратегия против этого босса есть Поэтому его завалить-то не так-то сложно Он хотя бы адекватно себя ведёт Вот и всё Обычным стандартным оружием А был бы у меня лазер, так Намного быстрее всё произошло Так, третий уровень Третий уровень здесь Джунгли В принципе Вот здесь графика довольно приятная Зелёненькая Оружие, наконец-то, мне дали нормальное Но, в принципе, это да Но Пиздец здесь Тоже начнётся довольно скоро Так Нет Вот это уже всё было То есть Опять задники повторяются Который раз Блядь, ну какие же лентяи Эти китайцы Вот здесь очень будет плохо играть Хоть не знаю, у меня оружие хорошее Да Дайди я сюда с обычным оружием Мне бы здесь пиздец был Вот эти растения, которые Или я даже не пойму, что Но мне оно чем-то растение напоминает Которые чем-то плюются Их Вообще валить нереально с обычным оружием Также не пойму Почему я беру оружие И оно у меня не меняется Это тоже очень интересно Так Сказать Так Нет, это я, наверное Пожалуй, брать не буду Вдруг поменяется ещё на С Это намного круче выносит Кстати, главное Ещё И плюс, блядь, этой игры Сука, блядь И то потерял И всё потерял Да Главный плюс этой игры В том, что здесь оружие Если нажать Здесь не нужно нажать турбокнопку То есть В оригинальных контрах Есть Есть оружие Которые с турбокнопкой Либо не идёт Либо оружие, которое без турбокнопки Очень Я не знаю, что здесь такое То ли меня кнопку клинит То ли меня клинит Кстати, насчёт Вот Меня очень бесит Что вот эта херня Появляется совершенно неожиданно На уровне То есть Это я сейчас уже Понял, где она Но если вы будете играть Там первый, десятый, двадцатый раз Вы совершенно не будете понимать Почему вас так Убивает быстро Потому что она Совершенно Из передника Очень быстро На вас будет нападать Это Серьёзная проблема Эта игра То есть Вы не успеваете Увидеть, что впереди враг И он вас мочит А, кстати Ещё такая игра Есть Ещё такая проблема Насчёт того Что вы не видите Что у вас впереди Есть В игре Супер Щиноби На Денди Да Есть такая игра На Денди Типа Вот это Что на Сеге Там про ниндзю Что второй уровень Там на лошади Скакать Такая Одновременно И футуристическая И Ниндзя Всякие Ну, в общем Вы поняли Там Вообще Из-за этого Невозможно Играть на Денди То есть Спорт нормальный Там даже Графика В принципе Ничего Но Вы бежите Там вперёд И совершенно Не видите Что там В этом же Переди Находится Итоги Там Я Как-то Осилил До Третьего Уровня Первого Эпизода Совершенно Невозможно Играть В эту Подделку То есть О чём Они думали Я даже Не представляю Совершенно То есть Дело там Даже не в том Что враги Появляются А вы их Не видите Дело в том Что враги Все У вас Чем-то Бросаются И вы Их Не видите Ну А вот Здесь Этот Босс Здесь Надо Очень Точно Прицелиться Куда В него Стрелять Но Он В принципе Не такой Той Сложный Но И Лёгким Его Нельзя Назвать Потому Что Здесь Не очень Понятно Куда Ему Стрелять Где-то Вот Здесь По центре Ну Да Блять Все Я его Завалил Как-то Сам Шок Я до этого Четвертая Стадия Жизни Вообще Очень Мало Жесть Начинается Все Таки Надо Выжить Чтобы Пройти На 50 Жизнях Всю Игру Да Отлично Прохожу Стабильно Так Сказать Да Уж Вот Здесь Этот Подъем Очень Непонятный Да Очень Сложно Здесь Попытаться Подняться В этом Подъеме Так В принципе Так Откуда Я мог Знать Здесь Очень Моментов Которые Нельзя Предугадать Вот Что Бесит И чем Дальше Тем Их Больше Мда Все Таки Я не Осилю Эту Игру С 50 Жизнями Блять Это Оказалось Сложнее Чем Я думал Намного Сложнее Вот Это Кстати Совершенно Тоже Никак Логике Не поддается Совершенно Каждый Раз Абсолютно Разное Время И Надо По нему Пройти Вот Сейчас Мне Это Не Удастся Удалось Круто Да Смысл То Так Ну Блять Оно Уже Даже Красное Кажется Не Было Стоп А эти Не Становятся Красными Блять Вот Здесь Тоже Непонятный Момент Мда Я Уже Пиздец Как Устал Это Очень Сложная Игра Намного Сложнее Чем Чем Вы Можете Подумать Так Все Так Все Я Куда То Добежал Босс Какой Босс Ооо Что Это За Босс Хотя Б А Так Здесь Тоже На него Нельзя Прыгать Но Надо Как То Переплывать Вот Эту Хуйню Которую Он Плюется Что Очень Сложно В Принципе Блять Да Я Должен Быть Как То Более Эмоционален Но Я Очень Устал От Этой Игры Это Очень Сложно Пытаться Валить Этих Боссов Что Внизу Ладно Внизу Вообще Какой То Глюк Сплошной Кажется Как По Мне Никакой Логики Я Там Не Вижу Нет Он Меня Сделает Он Меня Сделает Все Я Прошел Все Что Меня Убило Взрывом От которого Он Зарвался Это Позор Круто У меня Осталось 11 Жизни И последний Уровень Конечно Пиздец Даже Не думайте Что Я Смогу Пройти Это Очень Суровый Уровень Это Просто Нереально Попытаться Пройти С таким Количеством Жизней Потому Что Враги Уже Здесь На вас Прыгают Даже И Не Только Здесь Очень Много Всякой Хуйни На вас Валится Жизни У меня Уже Очень Мало Я Чувствую А до Конца Очень Еще Далеко Это Я Знаю Стоп Там же Вроде Как Лесин Там же Как Вроде Не Полная Дыра Ладно Ну Бля То Есть Вот Этот Череп Вообще Надо Отсюда Валить Потому Что Бля У меня Что Все Начало Глючить Даже Музыка Просто Пиздец Небо Из меня Жизни Уже Четыре Осталось Нам Четыре Жизни Даже Три То есть Я не знаю Как это Правильно Считать Блядь Я постоянно Думаю Что Здесь Можно Пройти Нахера Они Так Сделали Все Таки Я дошел До Финального Боза Но Я его Не завалю Потому Что Его Фейболы Вообще Не поддаются Никаким Логическим Нелогическим Значением Ем Можно Валить Только Когда Вы Мигаете Вот Я не могу Просто От них Увернуться Потому Что Они Несут Логики Они 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 Пиздец Пиздец Ладно Я все Таки Пройду Эту Игру Все Таки Все Таки Этот Уровень Не Такой То Длинный Это Оказалось Намного Сложнее Чем Я Думал Кажется Кадры Падают Или Это Только Мне Кажется Но Что Что То Здесь Не То Начало Твориться То Ли Меня Что То Глючит Но Это Ладно Мда Ну Сейчас По Быстрому Пробежусь До Босса Можно Особо Теперь Просто Бежать Так Так Мда В принципе Да Черепа Так Осторожно Все Я пройду Эту игру Наконец Сегодня Да Все Я дошел Все Сейчас Я его Завалю Собственно Его можно Завалить Когда Ваш Жизни Остается Где-то 15 На него Очень Много Жизни На него Не надо Но Надо Вот этот Момент Неуязвимости В который Вы можете Стрелять В него Потому что Других Тактик Против него Нет Все Три Жизни И все Не так Много Жизни Было Нужно Чтобы Его Завалить В принципе И вот Она Финальная Заставка Которой Я Охуенно Рад Потому что Она Несет Какой-то Смысл Сюжетный Наверное Наверное Несет Что Блять Вы Мне Предлагаете Это Говно Блять Пройти Заново Я Просто Упал В уныние Уже На четвертом Уровне Просто Ёваны В рот И они Мне Предлагают Заново Пройти Эту Игру Вот Это Круто Они Считают Что Она Настолько Хороша Что Вы Будете Ее Проходить Заново В Этой Игре Пять Уровней Здесь Есть Плюсы Здесь Нет Никаких Хуевых Уровней Под Видом Сверху Потому Что Я считал Их Контр Полной Хуйней Но Главные Минусы Что Если Еще Эти Уровни Как-то Проработанные То Да Кому Я Пизжу Здесь Все Уровни Хуйня Во всяком Случа Я ее Прошел Это Было Очень Нудно Скучно И вам Тоже Было Очень Нудно Скучно Если Это Даже Какой-то Долбоем Смотрел Ладно Пока Субтитры 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 Субтитры